Ну, раз, идем посмотрим, кто это. Слышал котенка. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Вилли. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась в выходной день. Я поехал в магазин, купил то, что мне нужно было, и вернулся домой. Поднял продукты и обнаружил, что оставил свой телефон внизу в машине. Собираюсь спускаться вниз за телефоном, и тут Норд подходит к двери и садится, типа я тоже хочу с тобой. Я вообще не собирался с ним гулять, только в машину за телефоном и обратно. Но думаю, ладно, возьму его с собой, немного прогуляемся. Спустились к машине, забрали телефон. Рядом с моим домом есть небольшая детская площадка. Думаю, пройду кружочек, заодно и прогуляемся. Обычно, когда мы выходим с ним гулять, я беру с собой рюкзак, воду, миску для него, и мы гуляем очень долго и проходим большое расстояние. И в рюкзаке у меня всегда есть камера. В этот раз все осталось дома. В тот день волчонок Норд повел меня совсем в другую сторону. Он как будто бы знал, куда нужно было идти. Но мне на самом деле было все равно, куда он меня вел. Я просто шел за ним и что-то читал в телефоне. Норд повел меня в сторону школы. Это примерно в четырех кварталах от того места, где мы живем. Мы дошли до школы, и вдруг я услышал плач котенка. Рядом со школой есть здание, в котором проходят разные кружки для детей. Вокруг здание забор и густой кустарник. Где-то за забором в кустах плакал маленький котенок. Кот был закрыт. Попасть на территорию можно было только если перелезть через забор. Я решил вернуться домой, оставить Норда дома и вернуться к котенку с едой и водой. Попробую выманить его из кустов, может у меня получится. Я прошел в одну сторону вдоль забора и вернулся обратно. Котенок прекращал плакать, когда мы подходили к определенному месту. Я примерно знал, где он сидит, но я его не видел. Кустарник был очень густой. Прежде чем пойти домой, я решил проверить свой старый способ, который меня выручал много раз. Способ очень простой. Нужно включить плач маленьких котят на телефоне. Когда котенок слышит звуки плача маленьких котят, он пытается найти своих и идет в сторону звука. Это не всегда работает и в основном работает только с маленькими котятами. Как только я включил звуки котят на телефоне, котенок замяукал еще сильнее и стал пробираться в мою сторону. Через несколько секунд я увидел маленькую черную мордашку, торчащую из кустов. Я схватил его с загривок за правым ушком. Держал его двумя пальцами и боялся отпустить. Я осторожно вытащил его из кустов. Он вообще не сопротивлялся. Мы сели на скамейку около дороги и я внимательно рассмотрел котенка. Черный котенок мальчик. Очень худой и совсем не грязный. Котенок не боится сидеть на руках. У меня было очень много вопросов. Откуда он там? Почему не боится сидеть на руках? Если он уличный, почему он такой чистый? Этот малыш жил в доме. Просто кто-то наигрался и выкинул котенка на улицу. Я забираю котенка домой. Я назвал его Вилли. В общем, я нашел что-то будущее счастья. Идем домой. Кушать, купаться и спать. Думаю, надо пройтись. Пошли обходить район, нашли котенка. Попадал. Тихо. Тихо. Черный мальчик. Сами всю домой. Сходил. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чихо-тихо. Убрались. Сходил, погулял. Кручь. Всю дорогу котенок Вилли сидел на руках, уткнувшись мне в ладошку. Как будто бы хотел спрятаться от страшного мира. Дома мы дали ему немного паштета, разбавив его водичкой. Котенок был очень голодный. Он кушал и издавал разные звуки. Иногда грозный, иногда как будто бы плакал. Бедный ребенок не торпелся ужасов на улице. Бедный ребенок не торпелся ужасов на улице. Кушай, кушай. Я не знаю сколько времени он голодал, но я точно знал, что теперь все позади. Вилли покушал и немного успокоился. Мы искупали котенка. Котенок Вилли был не грязный. На нем не было паразитов. После купания завернули котенка в полотенце, обработали ушки и уложили спать в мягкий домик-конвертик. Через несколько минут Вилли перестал плакать и уснул. Ночью котенок Вилли еще раз покушал. Он уже не издавал эти странные звуки во время еды. Сложно сказать, что с ним было раньше. Он иногда начинал шипеть и бояться, когда я брал его из домика. нет. Ого, ого, чего ты, чего ты? Няяяяяя. Чего ты? Что такое? Няяяяя. Все. Все, все, все. Все, все, чего ты? Чего ты? Ого, ого. Ого. Не, нельзя кусаться. Чего ты? Ты что, не узнал? И вот. Иди ко мне. Было понятно, что что-то произошло с этим маленьким котенком. Я знал, что он постепенно привыкнет к нормальному отношению и заботе. Нужно просто время. Все будет хорошо. Прошел месяц с того момента, как мы с Нордом нашли котенка Вилли на улице. Он неплохо набрал вес. Он бегал и радостно игрался. Все плохое, что было с ним раньше, осталось позади. Мы начали искать котенку Вилли новый дом. Как всегда, сделали несколько хороших фото и опубликовали в интернете. Мы долго искали подходящий дом для Вильки. И наконец-то нашли. Сегодня мы везем малыша Вилли в новый дом. И по традиции, допустим. Вилька, не ста. Иди, Макрус, скорбиться. Какой ты хороший. Так, не бойся. Не бойся. Хе-хе-хе-хе. Вот он, какой красавчик. Это Вилька. Вот он. Значит, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушай, мама и папа. Ты понял? Ты все понял? Вот такой красавчик. Это Вилька. Так, все. Придься. Ры-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Очень хорошая семья. У них дома есть взрослый кот, которого зовут Карамелька. Они решили взять еще одного котика. Потому что Карамелька очень скучает, когда остается один дома. На самом деле, это очень правильное решение. Содержать одного кота или двух нет особой разницы по затратам. Но для животного, который целый день сидит один дома, иметь друга это очень важно. Прошло уже время. И я знаю, что Вилька и Карамелька теперь неразлучные друзья. Играются вместе, кушают вместе, балуются вместе. Карамелька бесится, как маленький котенок. Как рассказывают ребята, кот Карамелька как будто заново родился, когда Вилька появился у них в доме. Хозяйка рассказывала, что один раз кота Карамельку нужно было отвезти к доктору. Была проблема с зубом. И он был у доктора целый день. Так маленький Вилька очень переживал, куда забрали его лучшего друга. Он не мог найти себе место целый день. А когда Карамельку привезли домой, он от него не отходил ни на шаг. Животные все понимают. В общем, у котенка Вилли все хорошо. Теперь за него можно не переживать. Прежде чем закончить эту историю, я хотел бы вам рассказать еще кое-что. Я рассказываю свои истории для того, чтобы люди задумались и были более внимательными к тому, что происходит вокруг. После того, как я нашел Вильку, на следующий день я поехал проверить это место еще раз. Просто для того, чтобы проверить, вдруг он там был не один. Я ехал и думал, вот я сейчас приеду на место и увижу людей, которые ищут своего маленького котенка. Ищут по кустам и переживают. А я приеду и обрадую, что их маленькое счастье сейчас у меня в доме. И он в безопасности. Потом верну его в дом, в их счастливую семью. И они будут радоваться и плакать от счастья, что их малыш нашелся. Но этого не произошло. На следующий день я кое-что нашел. Недалеко от этого места, где мы услышали Вильку. Около забора, ближе к школе, стояла сумка-переноска. Не пластиковая, а из ткани. Дверца на молнии была наполовину открыта. Когда я это увидел, перед глазами нарисовалась совсем другая картина. Совсем другая история. Котенка Вилли привезли на это место в этой сумке. Приоткрыли дверцу. Наверное, для того, чтобы он не сразу выбрался и не стал бежать за ними. Оставили его около школы, наверное, в надежде, что его кто-то подберет. Я за свою жизнь осмотрелся на диких котят. И могу сказать точно, что Вилли жил в доме. Его просто выкинули. Я никогда не пойму этих людей. Неужели нельзя было попробовать найти ему дом, а не просто оставить котенка на улице голодать? В тот день, когда мы с Нордом подобрали Вильку, мы были не единственные, кто слышал плач котенка в кустах. Рядом с этим зданием, через небольшую стоянку, есть футбольная площадка, на которой подростки играли в футбол. А не слышали плач котенка? Это невозможно было не услышать. Но им было все равно. И вот я думаю, если тебе все равно в подростковом возрасте, то когда ты вырастешь в большого взрослого дядьку со своими глобальными проблемами, тебе и подавно будет все равно на то, кто там плачет в кустах. Что я хотел вам сказать? Если у вас есть маленькие дети или внуки, учите их поступать правильно. Даже если это правильно, не совсем удобно. Пусть они вырастут хорошими людьми настолько, насколько это возможно. И тогда наш мир станет намного лучше. Вот так закончилась эта история котенка по имени Вилли. С ним все хорошо, за него можно не переживать. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok